Субтитры создавал DimaTorzok Община, который ты произносишь обычно своим голосом, подобно тому, как ты разговариваешь со своим знакомым. Понятно или нет? Почему? Потому что азан узаконен для чего? Для того, чтобы объявить людям о том, что зашло время намаза. Если же ты произносишь азан негромким голосом, так, что тебя никто или людей не слышит, или община, которая вокруг находится, так тебя не слышит, тогда этот азан является недействительным. Потому что, говорит шейх Убайкан, это для того, или это потому, что азан узаконен для того, чтобы люди услышали его. Кроме как, если азан дает азан для тех, кто присутствует рядом с ним. То есть, бывает так, что человек, например, Мусафир и азан уже дали в этой местности, он дает азан только для той группы, например, человек 10-20, которые вместе с ним, и они находятся рядом, то есть, тогда уже не обязательно и не являются столпом этого азана, чтобы он повышал голос. Понятно ли, нет? Говорит, То в этом случае он должен произносить азан, или повышать голос настолько, чтобы смогли его услышать те люди, которые находятся рядом с ним. Сказал автор книги Али Нсаф, И при этом еще желательным является повышать голос, то есть, до предела твоей возможности. Потому что этим достигается, что полноценность в доведении азана до людей. Исходя из этих слов Чайхана в Абрикане, что понимается? То, что вообще повышение голоса в азане является столпом азана, то есть, условием действительности азана. Но повышение голоса до предела твоих возможностей является чем? Желательным. Не является столпом. То есть, если ты повышаешь голос громко, и при этом не до предела твоей возможности, так, то твой азан является каким? Действительным. Тем более, если брать сегодняшние дни, когда есть микрофон, так или нет? То есть, если человек дает азан микрофон, не является, что обязательно для него повышать голос до предела его возможностей. Понятно или нет? Говорит дальше. И указывает на это хадис Абу Саид Аль-Бухари. Саид Аль-Бухари под номером 609. То, что пророк, салам Абу Саа, сказал. Я вижу, что ты человек, который любит барашков, так, или овец, то есть, пасти овец в Аль-Бадия. И любишь, что Бадия, то есть, это места, которые не городские места. Имеется в виду, ты любишь пустыни и так далее, то есть, любишь пасти своих овец далеко или нам, далеко от людей. Поэтому, когда ты будешь среди своих овец или в своей пустыне, так, то повышай голос, давая азан, то есть, давая азан громко. Потому что, кто бы не услышал голос Муаззина, будь то джин или человек, или что-либо иное, непременно это, эти все будут свидетельствовать за Муаззина в судный день о том, что он произносил слова азана. Это вопрос понятен или нет? Понятен. Следующий. Следующий.